здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу продолжить немного про тему акций которые надо вкладывать которые не надо вкладывать в прошлом видео я рассказал о том какие акции у меня в портфеле и показал что большая часть этих акций принесло прибыль вот ну а сейчас я хочу немножечко сказать о том да я говорил что о том какие акции покупать такие продавать и надо ли их покупать потому что ну дети акции которые у меня в портфеле дело в том что большая часть акций как я уже показал прошлый раз они уже дали прибыль поэтому если вы хотите покупать эти акции то ну в общем сказать опоздали скажем так они уже свое в основном отыграли они у меня лежат в портфеле надолго это инвестиционные продукты у меня вот но в конце прошлого видео я сказал о том что я предполагаю что самые лучшие вложения на настоящий момент это структурные продукты и структурные ноты ну а сейчас я немножечко хочу продолжить на эту тему и показать что же у меня в портфеле структуру портфеля просто ну давайте посмотрим сначала вот следующим образом вот я показывал вам акции вот и здесь этих акций но какое-то количество вот и здесь есть одна облигация россия 28 руб 28 увидите остальные акции здесь не очень хорошо видна структура портфеля поэтому я взял вот эти все данные перебросил в табличку excel сейчас я вам ее покажу вот такая у меня табличка получилась excel но и вот здесь вот стоимость активов она здесь есть и я взял вот здесь вот сумму вот посмотрите какая здесь сумма стоит сумма здесь стоит всех акций без учета этой облигации вот посмотрите акции у меня всего в портфеле российских компаний акций на 192 671 рубль это было сегодня утром сегодня 3 декабря вот и теперь я сделал такую диаграммочку вот посмотрите значит структура вот этих вот акций которые у меня есть в портфеле здесь большая часть акций это у меня газпром потому что я считаю что он наиболее перспективный на втором месте у меня стоит полиметал я считаю его наиболее перспективным до сих пор на третьем месте что у меня стоит гмк норникель вот гмк норникель вы скоро увидите что ну возможно его стоит и купить вот гмк норникель газпром я считаю может быть можно купить полиметалл ну почему нет но скорее всего полиметалл не надо сейчас я скажу почему система система она здорово поднялась за прошедший год не уверен что я надо покупать может быть мтс вот сургут нефтегаз привилегированные думаю что стоит держать и и почему нет вот полюс значит смотрите полюс и полиметалл это золото добывающей компании но полюс это конкретно на золото заточено полиметал больше серебро вот полиметалл свое отыграл он хорошо взлетел будет рост еще или нет я не знаю но полис немножечко просевший поэтому если вы хотите золото добывающей компании какие-то то я думаю что лучше был бы полис по полюс золото вот теперь ну здесь яндекс я его просто купил и буду держать я считаю что прямо сейчас покупать яндекс не стоит он уже свое он здорово поднялся все общем как бы не скоро он дальше пойдет но ватэк но посмотрим чуть дальше возможно вот что еще у нас лукойл держу вполне себе вот распадская я считаю всегда считал вот распадская она очень сильно обвалилась вы видели прошлом видео вот но когда-то ее надо докупать я считаю но сказать вот когда не знаю я просто держу смотрите 5 процентов от портфеля акций в распадской я думаю что я это буду увеличивать когда она начнет чуть-чуть подниматься а может быть и не начнет может быть новости выйдут положительные тогда сразу по этим новостям буду покупать не дожидаясь вот так нефть запад здесь понятно все нефтедобывающие там все достаточно хорошо я ее держу и газпром нефть то же самое держу нормальная акция она здорово выросла и я думаю есть потенциал ну и последнее это аэрофлот один процент всего но я жду тоже что он может вырасти вот но что я хочу сказать и что я сказал в прошлый раз что акции сейчас не самое лучшее вложение поэтому посмотрите вот у меня портфель вы запомнили до акций на 192 тысячи вот они акции российских компаний они занимают в общей доле моего инвестиционного портфеля 17 процентов от всех вложений это акции российских компаний все акции российских компаний это 17 процентов всего портфеля а вот большая часть этого портфеля у меня акции иностранных компаний я вам крайне не советую в общем это делать покупать акции иностранных по компании я в них засел надолго это во первых во вторых ну там у меня свои причины есть для того чтобы купить эти акции иностранных компаний здесь у меня в основном это пфайцер и сина корпорейшн и то и другое очень сильно обвалилась свое время я купил пфайцер на хорошую сумму он еще сильнее просел и с тех пор я сижу полгода сейчас они только-только подбираются к той цене по которой я их купил я их намерен держать долго достаточно сина корпорейшн аналогично обвалилась очень сильно и фундаментальный показатель там вполне хороший это китайская компания вот но я ее держу просто надолго вот советовать никак не могу потому что но посмотрите на эти самые на их показатели ну давайте покажу вот здесь пфайцер инкорпорейтед вот он пфайцер на втором месте сина корпорейшн видите да вот но давайте возвращаемся к структуре портфеля это акции иностранных компаний не рекомендуем вот а то что я как бы говорил то что я делаю это что я буду увеличивать вот они автокол вы видите здесь написано 21 процент но это только на моем счете без учета счета жены вот но собственно говоря здесь у меня вы видите автокол 200000 это ноты вот я намерен здесь увеличить эту долю еще до 300 еще на 300 тысяч то есть будет 500 здесь на этом портфеле я надеюсь до конца года это сделать на скрести деньги вот но и соответственно большая часть будет именно вот здесь то есть ну да вот это вот доля это будет еще можно считать что вот это вот доля вся будет в автоколах вот такая вот это акции российских компаний вот ну вот здесь смотрите акции иностранных компаний 400000 вот я как бы еще собираюсь сколько вложить ну то есть если добавить сюда 250 которые у жены лежат и еще 300 то получается 500 тысяч даже больше доля будет вот вся эта доля будет это автоколы вот здесь акции иностранных компаний и вот это вот государственные муниципальные облигации российской федерации это всего лишь одна облигация вот она россия 28 тысяча семьсот восемьдесят долларов надо момента она стоит она скоро очень скоро уже по моему 22 декабря будет очередная выплата купона то есть у меня добавится на счете немножечко денежек то есть вот в таком духе что я еще хочу сказать что недавно я был на семинаре там был антон шабалин вот в открытии вот кстати он будет выступать и на private money форуме на которой я точно иду я только что вот распечатал билеты я там буду я буду оттуда вести репортажи вот так вот что сказал антон шабалин очень важная вещь который вот он проводил своем выступлении он сказал что в принципе когда мы инвестируем когда мы инвестируем надолго то результат наших инвестиций в общем то не зависит сильно от тех инструментов которые мы используем а результат наших инвестиций в большей степени зависит вот от этого от структуры наших инвестиций какую долю в этой структуре занимают облигации какую долю в этой структуре занимают акции и какую долю в этой структуре занимают ну другие инструменты в частности вот у меня будут автоколы то есть ноты вот от чего зависит и эта доля но она может меняться эти доли в зависимости от рыночных ситуаций так вот я считаю что ближайший год будет ну боковой тренд я это повторяю значит что падение резкого я не жду такого кризиса глобального вот но и рост извините сколько же можно расти индексом s&p 500 и так далее уже все вряд ли они будут расти так сильно я думаю что они могут немножечко подрасти потом немножечко упасть но искать и как-то подрасти упасть подрасти упасть но где-то вот так и в этих условиях в ближайший год я считаю что самые лучшие инструменты это вот эти самые автоколы или ноты ну это мое личное мнение вы можете соглашаться можете нет я думаю что я буду вас держать в курсе об этом обо всем ну а сейчас все вот то что я хотел сказать очень важно повторяю структура вашего инвестиционного портфеля ну и наличие денег ну а если вы еще не начали инвестировать вы понимаете что надо начинать это очень очень важно потому что предстоят очень интересные события в ближайшие два года я вас уверяю через два года максимум через три у нас все очень сильно поменяется по крайней мере в нашей стране вот ну и я думаю что и в мире тоже все очень здорово поменяется поэтому друзья мы для того чтобы не потеряться здесь не потерять деньги надо активно заниматься активно осваивать вот это тело я буду рассказывать про акции но курс биржа для чайников это вот только вот только для самых начинающих обязательно надо пройти чтобы быть готовым чтобы когда начнутся серьезные резкие изменения вы были готовы к этому моменту биржа для чайников вон там буквочка и вон там ссылочка обязательно я вас уверяю просто вот это наверное главное вот ну а на сегодня все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале дальше я буду рассказывать еще про интересные стратегии которые я недавно нашел я вот их часа обдумываю как это все рассказать поэтому будет интересно не пропустите спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи спасибо за внимание